Мы это сделали, она может упасть в любой момент, кот это очень любит. Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юля и в сегодняшнем видео у нас будет что-то очень интересное, а вернее все 24 дня, которые предшествуют Рождеству и Новому году, потому что я буду делать влогмасс. Влогмасс это очень интересное понятие, которое наверное придумали именно американские ютуберы. Американские блогеры снимают себя на протяжении 24 дней, которые предшествуют наступлению Рождества, они показывают как они готовятся к этому, как они украшают дом, что они пекут, вот эта вся, знаете, такая атмосфера праздника. Я считаю это очень мило, и я решила тоже это сделать. Я давненько такого не делала, когда я просто снимаю влоги, что я делаю, как готовлюсь к Рождеству, за исключением тех моментов, когда я только начинала свой канал, тогда я делала много влогов, которые я сейчас понимаю, они были не так информативны, потому что, ну, вы меня не знали, дорогие мои подписчики, поэтому, наверное, это было не так интересно смотреть влоги от того, кого вы не знаете, правильно же? Поэтому в этом году, предновогоднем времени я постараюсь, действительно постараюсь, чтобы 24 дня у меня был какой-то контент каждый день, что-то интересное, что-то новое, что-то восхитительное. И в этом видео сегодня мы с вами пойдем шопиться, шопиться по магазинам, конечно, любимое занятие перед Новым Годом, и найдем украшение для нашего дома. А именно мы будем искать самое идеальное рождественское или новогоднее дерево, а именно елку. И так как у нас есть кот, то можно понять, что кот, он действительно является преградой, наверное, поставить в доме настоящую ель, потому что их очень сильно привлекает запах вот именно свежесрубленного дерева. И поэтому мы будем искать не настоящее дерево искусственное, и надеемся, что кот оставит его в покое. И, в общем, дерево не останется однажды на полу, потому что он захочет на него прыгнуть. Я думаю, это будет очень интересно посмотреть на то, как в другой стране готовиться к Рождеству, потому что у нас все-таки Рождество более главный праздник, чем Новый Год, хотя я русская, и для меня как бы Новый Год – это все. Рождество – это не такой большой праздник, как для американцев. Поэтому да, ребят, если вы готовы погрузиться в мир магического настроения, то продолжайте смотреть, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Я вас всех очень люблю, и давайте уже пойдем шопиться. Первое время мы приехали в Майклс, в такой магазин, где продается все для рукодели и так далее. И надо сказать, что цены здесь все прямо такие самые дешевые и ели слишком большие. Сейчас я вам их покажу. Вот так они выглядят. Самые дешевые, вижу, 169 долларов. И это такая же цена, но реально огромная. Вот куда такое. Будем еще смотреть. Ну, конечно, они красивые, но не тот размер. Еще такая вата. Денег, поверите, тут хоть немножко, но выбор побольше. Мы видим, это дерево стоит 80 долларов. Так, сколько? 80 долларов. То есть, в принципе, все они более или менее подешевле. Но магазин, в принципе, подешевле сам по себе. Итак, 120 долларов. Слишком, наверное, большое это дерево. На это кот очень легко может залезть 100%. Они симпатичные, кстати, здесь все, в принципе. Мне очень нравится, как они выглядят. Просто вот это очень красиво будет смотреться. 80 долларов всего лишь. 150. Мне кажется, это тоже очень красиво смотреться будет. Единственная проблема с этими деревьями, это то, что все номера, которые доступны еще, они здесь, внизу, да. Если вы не видите, допустим, этот номер G, то его и нет. И я так понимаю, что тут мало что осталось, конечно, потому что до нового года меньше месяца. Поэтому получается, что, в общем, не все, что нравится, имеется наличие, к сожалению. Это было очень сложно его туда уместить, потому что оно невероятно тяжелое. Мне помогли, поэтому, да, скоро будем дома, и скоро вы посмотрите на эту красавицу. В другом магазине мы в TJ Maxx, в моем любимом, и я выбираю какие-нибудь игрушки. Так как у нас елка белого цвета, почти вся, то должно быть что-то, наверное, более акцентированное. Либо, допустим, что-то вроде таких шариков. Хотелось бы белый, очень много белого я вижу. Сложно, сложно выбрать на самом деле, но я думаю, что я что-нибудь найду. Вот это красиво смотрится. Такие розовенькие. Ну, очень красиво смотрится. Это будет таким акцентом, как мне кажется. Прикольно. Так как уже декабрь, американцы всегда любят все гораздо раньше готовить, поэтому уже все, ну, как бы, распродано, так сказать. Тут еще огромные такие прям штучки. Если у вас огромное прям дерево большое, массивное. И я хотела посмотреть еще, конечно же, полотенчики. Полотенцы – это вещь, которая символизирует о том, какой сезон на кухне. Это очень миленькое, будь моей или моим. Это прикольное, кстати. Такой очень твердый хлопок, плотный. Решила взять вот это простое с Рождеством, но что-то в нем есть. Минималистичная тень-остановка. Я зашла дороги сейчас, потому что мы забыли купить себе юбку для нашего новогоднего дерева. Самое лучшее соносла стоило 45 долларов. И то, что я хотела, я увидела в интернете и нашла ее. То есть она бы там далеко-далеко лежала. Теперь самое главное, мы будем зажигать огоньки на ней. Раз, два, три. Е-е-ей! Мы это сделали. То, вот так выглядит наше дерево. К радости нашей, кот даже вообще, ему все равно, есть ли пока дерево у нас или нет. Во всем как-то даже не обращать внимания, что очень хорошо. Возможно, оно останется целым, мы еще не знаем. Но я считаю, что, даже Мусс так считается, что дерево очень красивое за, в общем, ту цену, которую мы взяли. Да даже просто за то качество, которое мы получили. Это прекрасно, действительно прекрасно. Пишите в комментариях, что вы думаете, ребят, нравится ли вам такое дерево. Дерево ровно 2 метра. 2,1 метр. Достаточно большое. Но думаю, что для первого раза это не слишком маленькое, не слишком большое. Собрали, кстати, мы его тоже очень быстро, что здорово. Сейчас я покажу вам, как у нас почти в каждом окне видите фонарики. То есть так люди показывают, что скоро праздники. И, в общем, они украшают балконы свои фонариками, что очень мило и здорово. Реально напоминает о праздниках. Реально напоминает о праздниках. И теперь, ребят, самое, наверное, восхитительное. Это мы будем наносить, вешать звезду на самый конец нашей елочки. И мне кажется, что когда ты ее вешаешь, это уже, знаете, означает то, что все, у нас скоро Рождество. Новый год только, знаете, последний шаг. Поэтому давайте это сделаем с вами. Звезда оказалась слишком тяжелой. Сейчас пока... Она может упасть в любой момент. Что, ребята, вот так у нас получилось украсить наше дерево новогоднее, нашу елку. Мне кажется, смотрится очень даже неплохо. Прям действительно чувствуется, знаете, Рождество. Все так мило и красиво. Эту звезду нам все-таки удалось кое-как поставить. Нам пришлось кабель протянуть, чтобы он, в общем, был на елке. Но это нормально. В принципе, что получилось, то получилось. В общем, да, пишите в комментариях, что вы думаете об этой малышке. И самое последнее, что я хотела еще положить под елочку, это вот этого Санту. Мы только что купили его в Таргете. И мне кажется, он очень мило будет смотреться здесь. Как вы думаете? Так же обрезать будет. Смотрите, как это работает. Кот это очень любит, наблюдать за ним. Что, ребят, такое у нас сегодня было развлекательное видео с украшением елки. Надеюсь, вам понравилось. Если да, тогда не забывайте ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я не прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.